Привет, с вами Велосоком. Пятница-развратница. Собирался 3 дня и 3 ночи праздновать 400 тысяч подписчиков на канале, но как оказалось, совсем старый стал. Забыл уже, что сейчас в тренде, чем живет ночная Москва, что стоит посетить, какие бары и рестораны сейчас лучшие. Боря Веденский недоступен, видимо, его HTC One разрядился, так что спросить совет тоже не у кого. И придется использовать свой айфон по прямому назначению. Давайте глянем, что там есть в App Store, есть какое-нибудь приложение, которое позволит мне сориентироваться в ночной Москве, понять, куда сходить, что выпить. Поехали! Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru Две текилы Sunrise и яблочная мартиния. Я пока расскажу, как я дошел до жизни такой. Я справедливо решил, что должна быть специальная категория для подобного рода программы. Она действительно существует. Еда и напитки. И сразу в бесплатные. Я вообще не знаю, кто выбирает программы сначала из платных. И вот на втором месте некий Drink Advisor, который вроде как отвечает моим требованиям сегодняшним. У них еще есть и версия для iPad, о чем не стало совсем хорошо. Входим через Twitter. Почему-то нету поддержки ВКонтакта, но ладно. И вы знаете, мне вообще такая концепция очень нравится. Я уже делал пару подобных видео и прилетала мне куча всяких возгласов, типа, реклама, ты продался! На самом деле, концепции подобные я всячески уважаю. Я готов поддерживать любые проекты, которые делают нечто подобное. Мне нравится, когда все объединено какой-то интересной идеей. То есть люди говорят, окей, вы хотите пойти в бар, вы хотите напиться. Давайте мы дадим вам комплексное решение, где будет карта, описание, отзывы, фотографии, в том числе и истории напитков, ингредиенты для коктейлей и все остальное проще. Вот все вместе, именно вот в таком ключе, меня это очень радует. Более того, я считаю, что за такими приложениями будущее, потому что, ну, не пробиться вот в данном конкретном случае сквозь тысячи приложений, которые представляют из себя списки баров, либо кинти-рецепты коктейлей. Когда вы соединяете все это вместе, появляется какая-то синергия, химия и пошло-поехало. И в первую очередь, подобного рода приложения, они об аудитории. Ровно то, о чем я рассказывал спешили на 400 тысяч, не важно, как это выглядит. Да, это должно быть более-менее сносно, но по большому счету, главное, тот контент, то наполнение, которое находится внутри. Если с этим все хорошо, то зеленый свет и вперед. А вот в случае поиска баров, например, вы, конечно, можете использовать стандартные средства от Яндекса, Гугла, Эппл, Дубльгиз, но, как правило, там даются просто статистические данные, какие-то телефоны, адреса, может быть, картинки. Получить информацию можно в Фоскве, но для этого надо находиться где-то поблизости. А вот так, сидя дома, понять для себя, куда же я хочу отправиться, это сложно. А я вот, например, хочу поехать в Лондон, но я там недавно был и дико угорал по местным пабам и барам. Давайте посмотрим, есть ли в Дринк Адвайзере очень замечательный барчик, который находится рядом с Риджин Стрит, рядом, кстати, с Эппл Стор, называется, по-моему, Айс Клаб. И мне он дико понравился, я вам всячески рекомендую сходить туда, если будете в столице Англии, то есть сначала, конечно, в Эппл Стор, а потом уже с чистой совестью, с чувством выполненного долга, с новыми вкусными яблочками по барам. И я удивился, какой большой список городов в Адвайзере. Но эту программу действительно можно рассчитывать в незнакомом месте, тут есть фильтр по рейтингу, но, как я понял, его составляют пользователи, которых, к сожалению, не так много. Это большая проблема всех подобных приложений, отсутствие большого числа людей, комьюнити. Я надеюсь, что это эффект старта, и со временем все это исправится, появится, потому что я верю в подобные штуки. Ice Bar London точно называется, посыпая голову пеплом. Место забавное, в общем-то, я советую туда сходить, действительно, но ничего такого сверхъестественного. Я думаю, что вы уже сидели на ледяных креслах, пили горячительные напитки, которые вам подают смешные официанты, одетые как лыжники. Место находится реально неподалеку от Apple Store, в переулке с Region Street, с Oxford Circus поворачиваете, и вы на месте. Ну, а что касается Drink Advisor, забавное приложение, в которое я верю, наверное, очень хочется... Я так понимаю, что оно русское, потому что оно, как минимум, локализовано. Может быть, нет. Но, в общем, я верю, что разработчики его допилят, и все будет хорошо, потому что потенциал классный, программа полезная, и, в общем-то, я вообще всегда верю в лучшее. А с вами был Вилсиком, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, в Инстаграм, может быть, кину пару фотошек каких-нибудь коктейлей, и до новых встреч, пока! Я просто подписался на Вилсиком, и все как-то само собой началось. Теперь никак не могу остановиться. Смотрю каждое видео и знаю об Apple все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!